Это единственный ориентир. Без него над озером можно кружить, пока не закончится топливо. В Улан-Баторе их встречали как героев. Ни одна машина не пострадала. Ни одной аварии в пути. Редкостная удача. О них говорят во всем мире. Монголия уже встала на путь социализма. Только что отгремела революция. Народное правительство налаживало тесные связи с Советским Союзом. И наш перелет пришелся очень кстати. Мы лихорадочно снимали экзотические картины быта, красочные пагоды и могильники, субурганы, жители первых монгольских пионеров. Грязь непролазная. Улицы кишат собаками всех видов. Их не убивают, считают священными. Собаки играют важную роль в обряде похорон. По древнему обычаю монголов не погребают, а выносят за город. И там скармливают огромным псам-людоедам. Святыня Монголии – большой ганген. Здесь спрятана от глаз красивейшая статуя Будды, когда-то созданная китайскими мастерами. Высотой 20 метров, шестью золочеными руками, фарфоровым лицом и глазами из сапфира. Однако снимать строго запрещено. Лама не разрешает. Ни за какие деньги. Это осквернение святыни. В храме кромешная тьма. Оператор ставит камеру. Шнейдеров под благовидным предлогом уводит ламу в соседнее помещение. В это время участники экспедиции распахивают окна. Храм озарен светом. Лама кричит, проклинает группу. Позже Виктор Шкловский напишет об этом фильме. Там в Монголии ламы одеты изобретательнее, чем вся постановка Аэлиты. Воздушный снимок – новая возможность. Ракурс так нов, что стирается разница между городами, между полями. А режиссер с оператором посылают в редакцию газеты кино телеграмму. Шлем длиннометражный кинопривет из пустыни Гоби.